итак знакомые встретил вот чуточек поговорили бизнесмен прошлом ладно так вот вот эти вот искаженные структуры они как знаете как бы лучше выразиться вот-вот-вот всплывают или и тут и находятся но они подвижны а тут в результате вот этого процесса расслабление они они как бы вытесняются можно сказать вот этим вот нашим нашей энергетикой это очень важно понимать и происходит что мы заливаем насчет воском они связываются и вынимается то есть тем самым мы избавляемся от вот этого искажающего энергетического информационного сгустка раз нет этого искажающего сгустка то поток-то идет постоянно от духа поток идет постоянно почему человек умирает потому что вроде бы и тело целое вроде бы все но вот это вот духовная часть и она отошла ее вынули кажется душа ушла там не столько душа как что-то другое и все тело лежит целехонько а жизни в ней в нем нет вот и именно вот эту вот вещь сделала бабуля она вынула вот этого с помощью вот такой интересной процедуры вот чем интересная вещь и так и так в результате всего от этого моего говорения итог такой как бы сказать что у нас правильно в сухом остатке это то что расслабление расслаблению рознь одно дело релаксация расслабление мышечно мы расслабились мышечно другое дело даже мы расслабились так умственно и третье это мы расслабились вот эмоционально то есть нас вот какие-то там причины какие-то там вот какая-то информация у нас заставляет внутри быть в напряжении то есть это особого рода напряжение эмоционально от него очень трудно избавиться если не знать как а если знать как это же дело проще но так как большинство народа это не знает и не происходит именно там вот эмоционального расслабления глубинного еще разок хочу сказать подметить глубинного так вот летя значит в самолете уже москва уфа я так задумываюсь над всем этим проблемами даже не столько связано с витилия как просто вот что ага у нас идет значит вот эта вот энергия от духовного уровня и я так мысленно находясь в бизнес-классе тем более ночь начал начать вот посылать энергию распределять далее очень важно понимать следующее что существует такая триада мысль ведет за собой энергию а энергия уже тянет за собой кровь мысль первоначально именно вот эта информация информация именно она мысленная информация может воздействовать на буквально таки там на космос на космическую структуру естественно на то что происходит в нашем организме именно мысль правильно организованная мысль она начинает концентрировать энергию или и тянуть на себя а дальше уже за энергией пошла топков но у меня этот кровяной уровень не интересовал а меня значит интересовал то что вот этот энергии что вот у меня лично витилия пятна эти витилии именно на суставах то есть там где совершаются вот эти какие-то движения вот там и стоит блокировка то есть блокировка стоит в движении где она совершается наиболее мощно то есть это пальцы сустава рук запястье локоть как-то плечо не так далее идет тазобедренный сустав далее идет коленки пошли голеностопы там и интересно вот где движение это глаза и вверху глаз такое впечатление как я будто тени там навожу более-менее в основном нигде нету то есть у некоторых там пятна как-то идут просто по телу независимости от суставов у меня именно по суставам и вот я начал мысленно туда энергию посылать так сказать она пошла беспрепятственно 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 и следующая важная вещь я расскажу уже о тонкостях о тонкостях таких если вы что-то делаете и думаете правильно это или неправильно то в сонном видении у вас будет подсказка что будет какой-то такой сон яркий вот указывающий что что-то что то что вы там умственно нагородили произвело там действия вот я прилетаю на что ушел все сажусь там меня встретили эту массу и я значит ложусь спать и самое интересное ложусь спать погружаясь в сон и уже будто я погрузился так это примерно часа в два ночи если не больше если не в три ночи вдруг зажигается свет включается телевизор на экране написано приветствуем значит гостя малахова геннадия ты все включилась меня разбудили что за фигня встал выключил далее я значит засыпаю и мне снится узнаете вот человека вообще-то особенно взрослого человека трудно напугать трудно там какие-то угрозы там он воспринимает это не так эмоционально как там умственно то есть трудно напугать особенно таком возрасте как я нахожусь но зато легко и просто это сделать когда когда ты ребенок двухлетний трехлетний пятилетний ноги вот как у меня девятилетний вот мне снится сон сон такой что где-то кричит ребенок где-то кричит ребенок вот знаете когда дети есть они воспринимают все остро допустим двухлетний там полутора года баллы но орет аж это тут ничего такого нет а он этот так воспринял такой такой вис хрёстый что это просто за душу берет вот и значит во сне что где-то раздается вот такой вот крик ребенка душераздирающий значит как у ребенка особенно ребенок боится что бросили оставили оказался без родительской защиты вот в этом мире вот вот тут он просто теряется и это для него чуть ли не смерти подобно хотя на самом деле для нас станет так но он воспринимает это именно так то есть у него там полутонов нет у него до или нет вот и и этот крик как бы сказать сейчас приближается крик приближается значит то есть вот прокричал где-то вдали значит кричит ближе и вот вот слов еще крик крик и раздается поближе такой вот и я просыпаюсь и и и и и и и вот у меня создалось впечатление слышь впечатление почему так перетряхнула меня с этими там эмоциями и так на чем там я остановился остановился на том что уфа номер заселение в номере я отхожу ко сну через какое-то время мне будет включившийся свет работающий телевизор и надпись на экране телевизора здравствуйте там дорогой гость малахов как-то странно никогда такого не было выключаю ложусь спать обратно и снится сон какой-то такой раздирающий крик крик ребенка где-то вдали потом он приближается потом он еще приближается такой крик когда тут все граничится жизнью и смертью но дети они примерно так и все это как-то ощущается у них там особо нету особенно маленьких детей у них все либо так либо это кто из какие-то крайности вот и ловлю себя на ощущение что это мой крик мой крик крик того еще ребенка когда я был ребенком когда после родов отделили от матери и думали что я умру где они меня там положили непонятно не ясно насколько так можно судить чтобы умирал никому не мешая орал не орал или что там не знаю но все скорее всего думала что это как-то спокойно произойдет но представьте себе что первые первые часы жизни первые дни жизни ты отделен от матери от защиты вот лежишь сентябрь конец сентября какой-нибудь холодной комнате обоссанной холодной и согласно всем предписаниям должен помереть вот этот весь ужас ужас скорее всего я и орал там вот этот ужас и был воплощен в этом крики крик это что-то такое знаете отказано рассказываешь это одно когда ты это слышишь даже не переживай что просто слышишь это и вот во всем этом звуке передается вот этот весь какой-то ужас мрак безнадега и и я не знаю даже как это выразить словами это нечто ужасное вот после того как я проснулся от этого крика который там приближался ко мне мне уже не мог заснуть остаток ночи как на какой-то это полудрема то есть я где-то даже боялся то есть то есть чему мы ведем речь мы ведем речь о том что в эмоциональных телах прослойки между духом и физическим телом осталось вот это потрясение о котором все говорю потрясение она оставила свой след и если это этот след явился тем первоначальным сдвигом который уже дальше так повлиял на меня что вот то или иное так действовало то есть попадание под машину вызвало какой-то уже сдвиг вроде не должно быть такого что появляется ветерина и потом вот этот вот страх когда страх был пережит и и страх на страх черно на что там было это конечно влияет это сильно влияет так это сильно влияет и вот нечто подобное в той или иной мере происходит с каждым человеком переживания там как родители ругаются в детстве переживания там неразделенной любви какая-то отвергнутость еще что то еще что то все это порождает вот эти вот ненормальную прослойку или можно так сказать в этой прослойки порождается возникают вот эти вот эмоциональные сгустки которые сидят и и их не так то просто убрать они как раз вот и начинают влиять на жизнь человека на его поведение в первую очередь и во вторую очередь или одновременно с ними на его естественно здоровье благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахов про доброго здоровься и до новых встреч до новых встреч